Всем привет! Мы опять с вами. Потеряли нас опять, наверное. Вообще, я планировала снимать влоги на выходные, но у нас поменялись планы. В субботу нас пригласили в гости родственники. В воскресенье мы поехали гулять. Девчонки с нами не ездили. Они остались дома. Каролина была у своей тети. Мы поехали только с Максом. Ну, в общем, влог тоже не получилось нас снимать. Опять немножко приболели. У Макса началась аллергия. Точно такая же аллергия, как и у Ксюши, оказывается. Хотя в прошлом году такой аллергии у него не было. У него тоже опухают глаза, очень сильно чешутся. Сейчас папа поехал к врачу с ним, чтобы выписали какие-то капельки. Вот, девчонки в школе. Считаю, три недели подряд, каждую неделю у него поднимается температура. На аллергию я не думаю, что такая реакция на аллергию. Я думаю, что на аллергию температура не может подниматься. Ну, в общем, он сейчас поехал с Каролиной и с Максом к врачу нашему. Посмотрим, что нам скажут. Может быть, что-то выпишут. Вот такие вот дела у нас. Все, что у нас произошло за эти дни, что у нас не было. Кстати, сегодня 1 июня. Хочу поздравить всех деток с Днем защиты детей. Здесь у нас такой праздник не отмечают, конечно же. Но все равно я всех поздравляю вас. Пусть у вас все будет хорошо. Будьте здоровы, счастливы. Я надеюсь, к нам уже лето пришло. Весна у нас такая была не очень дождливая в этом году. Привет, девчонки. Привет. Приветик. А во сколько я тебя разбудила? Ты всегда 6. Ну, всегда ты меня просишь разбудить в 6.40. 6.40 разбудила, я пошла, легла. И я потом такая просыпаюсь. И такая говорю, кричу, зову тебя Маргарита. Маргарита, тишина. А было как? Без пяти было? Нет, уже семь было. Да, было уже семь. А мне тишина, главное. Я встаю, а она спит. У меня еще было 15 минут. Ну, 10 минут. 15. Ну, 15 минут, да. Открывайте окна, солнышко везде. Кстати, вас поздравляю. Сегодня день защиты детей. Чего у тебя? Ты заплатила за лагерь? Завтра отнести деньги. Вон, возьми, вон там на полочке. Только сдача 10 франков. А, нет, вот Маргарита сейчас даст тебе 10. А потом еще 20. Заплатила уже? Так, Маргарита уже заплатила за лагерь. Иди, бери 40. А готовить там кто будет? Учителя? Нет. Там повар есть? И дети надо будет помогать. Ну, какие-то. Мы будем кушать рис, потом мы будем кушать, не знаю, что. Макароны, да. Котовушку, овощи всякие разные. Фрукты. Она чешая. Да? Да. Выгуляй собаку. Мама, я единственная из моих классов, которые не кушают. Томаты, помидоры. Ну, бывает такое. Кто-то кушает помидоры, кто-то не кушает помидоры. Я их салаты буду доставать. Так, все, на улицу быстро гулять. Мама, хочу завтра. А мы покосили нашу травку. Снова? Нет, ну вот. На выходных, когда мы в субботу покосили. Смотрите, какая она. Бонни тверк. Ровненькая. Мама, папа уже ушел? Ксюша, что ты делаешь? Тверк, тверк для меня. Папа в больницу поехал. Не в больницу, а к врачу. С Каролиной, с Максом. Я тоже хочу. Укол? Я хочу укол. Прививку тебе надо сделать. Завтра. Ксюше нужно прививку делать. Нам завтра хочу. Горячо. Ау, какой горячий. Так, у нас сегодня суши на обед и пицца. В лице еще? Да, не успели съездить в магазин за продуктами. Папа быстренько съездил в зал. Суши. Тут креветки еще. Они уже готовы, что ли? Угу. Прикольно. Так, папа у нас, между прочим, садится на диету. Мы его посадили на строгую диету. К лету, он даже не к лету, а к нашему переезду за два месяца хочет похудеть. При вас папа взвесится. Суя. Наши подписчики будут свидетелями, как папа наш похудеет, чтобы он... Ему, знаете, такой стимул тоже. Он еще лазил с прошлой недели, так что он уже сбросил. Он весил где-то сто. Так, папа весил на прошлой неделе сто один килограмм. Он взвесился. Да, и сейчас он скинул где-то килограмм, наверное, четыре или пять килограмм уже скинул, да. Ну, где-то неделю. Так, все? Можешь не взвешиваться? Нет. Ну, сейчас папа покушал, но немножко скинем килограммчик, наверное, плюс одежда еще. Так, девяносто восемь и семь. Сейчас папа ездит на работу на велосипеде, но сегодня он не успеет, но на машине поедет. А так он ездит на велосипеде. И плюс он еще ходит в спортзал. Сколько лет можно пойти в спортзал? В спортзал с четырнадцати лет. Ты с нашим отцом? Нет, с четырнадцати. Тогда спрашивали, когда тебе было одиннадцать, мы пошли в спортзал и спросили. Они сказали, что только, по-моему, с тринадцати или с четырнадцати что-то такое можно в спортзал. Это я себе сделала ягодный коктейль-смузи с творожком и с протеином. Все, пошли уже. До скольки сегодня? Четыре. А ты заносишь в школу прям свой скейтборд или на улице вставляешь? Я тебе заношу, можно скейтборд. Можно заносить? Ага, хорошо. Давайте покаять. Пока-пока. Гуляем пойдем? Давай, выходи. Пошли, пошли. Только пол горячий. Водни на велосипеде. Нужно было лежать вчера убрать, а то травка примнется. Что ты там ищешь? Там ничего нет. Совсем не туда ты в туалет пошла, деловая. Все, иди бегай. Где мячик? Боня, иди мне, ищи мячик. Иди, ищи мячик. Где мячик? Ты листочек вон зацепила своей. Все, уже можно загорать. Солнышко печет так хорошо. Разрезала я арбуз. И он сам потрескался. Видите, даже как он неровно. Вот это он сам все треснул. Я только ножик воткнула, и он начал трескаться. И он очень сладенький. Все ушли. Мы с Максом одни остались. Каролина на улице, девчонки в школе. Нам скучно. И мы сейчас устроим пикник. У нас пицца есть, кстати. Макс, будешь пиццу? Макс. Давайте глазки закапаю. Какой тебе врач дал капельки новые? Та-дам! Арбузик. Вот оно, наше место. Тенечек мы сделали. Сюда вот так вот поставим. Сюда вот так вот арбузик. И все. Будем кушать. Пиццу будешь? Что-то он такой грустный. Из-за этого глаза чешутся, беспокоят. Грустный ходит. Почему не будешь учить? На природе хорошо делать уроки. Не получается. Тюша вернулась со школы, ей нужно делать уроки. Я говорю, приходи ко мне. Уроки? Ну не уроки, но готовиться к тесту. Мне скучно, я тут лежу одна. Маргоша в четыре придет. Тебе к какому надо готовиться? НМГ. Швейцария. Общество знания? Ксюша себе купила у нас такой скейтборд маленький. У нее теперь два скейтборда. Вот. Один большой. Да, и вот один вот такой вот маленький. Кстати, тоже можно трюки делать. Покажи, как ты умеешь. Блин. Она теперь на двух катается. На большом и на маленьком. Прикольно. Какая у тебя там оценочка по эфирамическому? Дай посмотрим все вместе. Четыре-три и четыре-два. А че так? Че нормально? А че не пятерка? Мама французский, ты шо? Если у девчонок экзамены в конце года учебного есть. Че эти? Ну у них как экзамены? У них тестирование проходит. Ну это экзамены? Да, экзамены как тесты. Не хочу вставать, ничего не хочу делать. Нужно убирать, готовить. Ничего не хочу. Сегодня прям такой день. Ничего не делание. Ну как на улице, где-то 23-24 градуса. Нет, точно. Больше 24. Но на солнышке, наверное, больше всего. Так, тут уже Маргарита сила уроки и делала. Тебе музыка не мешает? Нет. А то я музыку слушаю. Взяла вот эту вот колоночку маленькую. Вот она сидит. И слушай, может, здесь... Сколько вообще времени? Время уже почти 5. Без 25. Сейчас вот как раз 20 минут, и я встану. 5 часов. Детки поиграли в лего. И все ставили на столе. Вот мне тут на кухне нужно убирать. В общем, везде убирать нужно. У меня мой цветочек вроде опять начинает краснеть. Он изначально был ярко-красный. Тут вот голову оторвали дети мои. Вот, он изначально был красный. Потом он стал почему-то зеленеть у меня. А вот сейчас вот опять вроде начинает цвет набирать. Интересно, как это цветет. Сейчас я его полью. Когда я должна уборку делать? Я провалялась. Целый день теперь буду уборку делать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы сейчас будем ужинать. Хотим на улице опять покушать. Тепло. На улице будем кушать? Сейчас? Да. Я сегодня хотела сделать пирог вот с этой штуки. Как мне, по-моему, написали. Называется ревень, что ли. Если я не ошибаюсь. Он уже начинает портиться. Ну, в общем, короче, целый день провалялась. Завтра сделаю. Нашла вот такое варенье. Голубика. И сделаю морс. Это что? Это компотик. Сладенький. Морс. Морс называется. Стаканчики есть? Все есть? Садимся? Я вынесла пальмочку на улицу. Отпусти. Только ты должна смотреть, чтобы она не убежала. Ты чего Томбочку подвинул? Почему? Я это достал. Достать лего? Да. Пойдем кушать. Ничего себе у нее когти. Ой, ну еще. Ура. Че он ты? Подстричь надо, Бонни. Маникюрчик. Бонни взял. Маникюрчик надо сделать. Педикюрчик, маникюрчик. Давай, доставка у нас. Кетчупа. Давай я тебе помогу. Давай помогу, толкну. Кетчуп заказывали? Да. Красота, лепота? Да. Давай, Сёк наливайте. Какой тебе одной кастик будет? Каждому по тарелочке, девочки. Девочки, по тарелочке. Подвиньте. Сядьте, во-первых, подальше. Подвиньте стол поближе. Каролина. Каролина, она тяжелая, нельзя. Она пытается Маргариту поднять. Каролина, Маргарита. Ааааа. Каролина, что с тобой? Завтра нам один динатик в школу, и потом у нас четыре дня выходных. Завтра последний день, ну не совсем последний. Потом четыре дня. Потом у нас еще одна неделя, а потом у нас лагер. А потом после лагеря у нас еще две недели. А потом мы выезжаем. А сколько тебе завтра? Рано. С какой водой приходить? Что-то, если я и встала. А, с водой, ну точно. Принеси мне водичку. Нет, иди сама вставай. Теперь что у тебя? Перед сном? Ритуал? Ну сядь! Сейчас разольешь. Сядь! Ладно, все, ребятушки, спокойной ночи. Всем пока, до завтра.